Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. Супруг мне купил комплект золота в магазине Беренгот. Когда покупали, мы у продавцов спрашивали, есть ли гарантия. Они тогда ответили, есть, но гарантийного талона не выдаем. Если вдруг сломается, можете обратиться. Не прошло и недели, камень в кольце отошел. Мы пошли в то место, где покупали, и попросили поменять или отдать обратно деньги. Продавщица поговорила по телефону с хозяйкой. Хозяйка ей велела не менять и деньги не возвращать. Другое дело, если бы я его носила 2-3 года и камень упал. Учитывая, что вещь дорогая, купили за 27 тысяч сомов, мы тоже начали искать своих знакомых из налоговых финансовых служб, чтобы решить этот вопрос. Этот комплект так и остался не нужен. Айсулу Шашикеева вспоминает о событиях, имевших место год назад в её жизни. Таким образом, Айсулу осталось и без 27 тысяч сом и без комплекта. Подобных нарушений прав потребителей в республике насчитывается тысячами. Можно каждый день встретить случаи, когда продают товары низкого качества или с истёкшим сроком хранения. Обманом на весах, отказ от возврата товара. Как отмечают юристы, многие в таких случаях не знают, куда обращаться. В стране работают несколько государственных органов по защите прав потребителей. Это Министерство здравоохранения, Инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, Государственный департамент по санитарно-эпидемиологическому надзору, Агентство по экотехинспекции и урегулированию антимонопольной политики. Кроме этого, в этом направлении работает ряд общественных организаций. Но если даже обратиться в эти органы с заявлением, процесс привлечения к наказанию виновных очень долгий и сложный. К тому же, занимает много времени. Как отмечает Азамат Усманалиев, много лет проработающий в Организации по защите прав потребителей. Есть несколько причин, по которым права потребителей слабо защищаются. У нас большая проблема – отсутствие лаборатории, где можно провести экспертизу. Экспертиза устанавливает, насколько нарушены права потребителей. По моим наблюдениям, у нас нет культуры в сфере услуг или торговли. Другими словами, понимание, что нельзя обманывать клиентов, те, кто продаёт, не задумывается, что надо быть честным. Им лишь бы продать товар, хотя оно и низкого качества. Говорит он. По мнению юриста, отсутствие необходимой лаборатории по проведению экспертизы, а также отсутствие специалистов по данному направлению, приводит к многочисленным нарушениям прав потребителей. В Кыргызстане должен быть создан единый орган по защите прав потребителей. В него должны войти ряд специалистов. В России и Казахстане, например, так. Если этот орган, о котором я говорю, будет создан при агентстве по урегулированию антимонопольной политики, если у него будут свои эксперты, соответствующее техническое оборудование, то в этом направлении были бы продвижения. Согласно исследованиям, проведённые в прошлом году, права потребителей в основном нарушаются в сфере торговли, в сфере коммунальных услуг – 21%, в сфере бытовых услуг – 13%, в сфере связи – 9%, в других сферах и услуг – 11% нарушений прав. Представитель агентства по урегулированию антимонопольной политики Амантуро Мурбеков отмечает, что количество поступающих к ним заявлений насчитывается тысячами. «За день к нам поступает по 5-6 заявлений. Самое большое количество заявлений поступает в связи с некачественностью товаров или недостатком весе. Заявители просят, чтобы им поменяли товар или возвратили деньги. Также просят поменять на другой новый товар. Если проанализировать материальную сторону, в прошлом году потребителям было возвращено 350 тысяч сомов, но заявлений по возврату денег мало». По мнению Амантуро Мурбекова, в республике есть соответствующие законы по защите прав потребителей. Проблема в том, что они не реализуются. «Закон о защите прав потребителей охватывает весь спектр вопросов. Нарушение прав можно предотвратить в первую очередь через адвокатирование. Иными словами, через доведение сведений потребителей и их права. Например, предлагаем организовать вывеску баннеров. Если вывесим в центре города, люди будут видеть. Мы также выступаем через радио. Планируем увеличить эфирное время наших передач. Имеем свой сайт в интернете. Там указан электронный адрес. Туда можно направить заявление. Мы предлагаем большие усилия для того, чтобы создать условия для потребителей. Также открыли свои странички в социальных сетях». Как отмечает он, во избежание лишних трат потребители должны точно знать свои права. Например, при покупке того или иного товара необходимо обязательно смотреть сроки использования. Каждый товар должен иметь сертификат качества. Если у вас вызывает сомнение качество товара, то вы можете потребовать соответствующий сертификат. Если купленный вами товар не подошел по размеру, то вы имеете полное право поменять его, предъявив чек до 14 дней со дня покупки. Но в законе также предусмотрим перечень товаров, которые не подлежат обмену. К ним относятся лекарства, сельскохозяйственные химические удобрения, мебель, швейные и трикотажные изделия, гигиенические товары, парфюмерия и косметика, автомашины и велосипед, текстиль, домашняя техника, имеющие гарантийный срок. Кроме данных товаров, все остальные при необходимости можно поменять. Поэтому вывеска продавцами «проданный товар не подлежит обмену», не соответствует закону. При покупке товаров нельзя бросать выданный чек, потому что при отсутствии чека вы не сможете поменять товар. Но во многих случаях, например, при покупке товаров на рынке, чеки не выдаются. Как быть в таких случаях? По мнению специалистов, право потребителей защищается на все 100%, только тогда, когда на руках имеется чек. В других случаях для того, чтобы доказать, что покупал товар у определенного продавца, необходимо наличие не менее двух свидетелей. Только в этом случае можно будет защищать ваши права по юридической части. В интернете также на сегодняшний день много информации по защите прав потребителей. Пользователь интернета Михаил Рогожин год назад создал в Фейсбуке группу «Черный список». На сегодняшний день в этой группе являются членами около 6 тысяч человек. И каждый день там освещаются нарушения прав потребителей, в торговых центрах, общественных местах питания и так далее. Как отмечает Михаил Рогожин, целью создания такой группы является содействие в борьбе против нарушения прав потребителей. Такие платформы очень помогают в защите прав потребителей. Группа создавалась с целью как минимум обсудить, а как максимум повлиять на качество сервиса, с которым мы ежедневно сталкиваемся. Темы, естественно, поднимаются самые разные. Бывают мелкие, разовые, а бывают и такие, которые вызывают ажиотаж и бурные дискуссии. И результаты этих виртуальных разборок потом появляются в средствах массовой информации. Закономерно, что нашу группу активно мониторят не только медийщики, но и владельцы бизнеса. И было уже много случаев, как после публикации в группе каких-то нелицеприятных фактов, стороны, обиженный потребитель и представитель компании, именно в общении на страницах нашей группы находили общий язык, договаривались, пострадавшие получали компенсацию в различных видах. А бизнес компании повышали лояльность к своему имени и восстанавливали утраченное реноме. Хотя бывает и наоборот, когда представители бизнеса, не умело вступая в дискуссию, не только снижают накал, а вызывают еще больше шквал нареканий. Это реально действующие коммуникационные площадки. И это пример того, как интернет-сообщество может самоорганизовываться и влиять на решение проблем. Причем это не виртуальные площадки из разряда, а давайте поговорим. А вполне конкретные, оказывающие влияние непосредственно на нашу жизнь и делающих ее, эту жизнь, более качественной и справедливой. Говорит он. Специалисты отмечают, что в данном направлении положение улучшится только в том случае, если граждане сами будут в этом заинтересованы, не будут равнодушны к нарушению законов, будут бороться и отстаивать свои права. Материал специально для IWPR подготовила Айгуля Алмазбекова. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.